МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сургуте каток задавил сотрудника городской мэрии. В ДТП на Егорском тракте пострадали 3 человека и полицейский Егорска. Во время профилактического рейда задержали мужчину с крупной партией наркотиков. Здравствуйте! В эфире программа «Что произошло?» В ближайшие несколько минуту о самых заметных ЧП в Сургуте и Югре в студии Дмитрий Круковец. Трагедия на улице Гагарина. Каток раздавил сотрудника администрации Сургута. ЧП произошло поздно вечером 6 сентября. Во время ремонтных работ водитель спецтехники наехал на сотрудника Департамента дорожного хозяйства, который курировал реконструкцию объекта. От полученных травм 37-летний мужчина скончался на месте. По словам очевидцев, погибший стоял спиной к машине и в темное время суток водитель его не увидел. Сообщается, что у него остались трое детей. Работы на объекте ведет компания «Североавтодор». Материалы переданы в Следственный комитет. Дело классифицируется как несчастный случай на производстве. Три человека, в том числе ребенок, получили травмы в аварии на Югорском тракте. В пятницу вечером девушка, ехавшая за рулем Део Матис, не справилась с управлением, столкнулась с отбойником, после чего врезалась в двигавшийся Део Нексия, еще раз задела боковой ограничитель и только тогда остановилась. Малолетражка получила серьезные повреждения, а все три ехавших в ней человека получили травмы. Серьезные ранения у мужчины-пассажира среди пострадавших пятилетний мальчик. По факту ДТП ведется следствие. С начала года на дорогах Сургута произошло 213 аварий, в которых 14 человек погибли и 276 получили травмы. В Сургуте во дворе дома иномарка сбила ребенка. ДТП произошло вечером 6 сентября у пятиэтажки на Югорской 38-1. По информации ГИБДД, пятилетняя девочка выскочила на дорогу при домовой территории из-за припаркованного автомобиля и по касательной ударилась о движущуюся Киа. Как сообщают пользователи соцсетей, родители находились рядом, но предотвратить ДТП не смогли. Водитель среагировать на появление на дороге ребенка не успел. Девочку, получившую ушиб колено, после осмотра медиками в травмцентре отнустили лечиться домой. В Югре за минувший уикенд полицейские зарегистрировали 16 дистанционных преступлений. Пострадавшие перевели мошенникам порядка одного миллиона рублей. Это жители Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нижневартовского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Сургутского, Нефтьюганского и Советского районов. Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали различные услуги финансовых организаций. Кроме того, югорчане попадались в ловушки мошенников в социальных сетях и на сайтах бесплатных объявлений. Так, жительница Нижневартовска 1977 года рождения лишилась 11 тысяч рублей, желая получить подарок в честь дня рождения одного из банков в социальной сети. По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. В Кагалыми несколько часов искали пропавшего в лесу мужчину. Сообщение поступило от родственников 67-летнего пенсионера. По словам брата, он привез его за грибами и должен был забрать через несколько часов. Но тот так и не вышел из лесного массива. Для поиска человека создали группу из сотрудников полиции, МЧС, ЕДДС, Лукома, Центроспас, Лиза Айлерт и сотрудников администрации. Всего было задействовано 50 человек и 13 единиц техники, в том числе квадрокоптер. Обследовали 20 квадратных километров леса. Спустя 6 часов активного поиска потерявшегося мужчину нашли в 20 километрах от города Кагалыма. Как выяснилось, пожилой человек заблудился в незнакомой местности. Полицейские осмотрели мужчину, накормили, напоили чаем и доставили домой. Как выяснилось, пенсионер слышал звуки сирены автомобиля сотрудников полиции, но потерял ориентацию и не смог найти правильный путь. В Югорске прошла серия профилактических мероприятий по выявлению пресечения нарушений российского законодательства в сфере миграции. Полицейскими Югорска проверено 70 объектов, 5 гостиниц, 5 общежитий, 37 объектов жилого сектора и 13 предприятий и учреждений. Проверки подверглись 89 организаций, использующие труд иностранных граждан. За незаконное привлечение к осуществлению трудовой деятельности мигрантов в отношении 4 работодателей составлены административные протоколы. В Югорский районный суд с целью решения вопроса об административном выдворении направлено 7 материалов, по рассмотрению которых принято решение в виде наложения штрафов. Кроме того, за нарушение миграционного законодательства в отношении иностранцев составлен 21 административный протокол. В ходе рейдов полицейские раскрыли преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. У одного из мигрантов в ходе досмотра изъято более 300 граммов запрещенных веществ. На этом все. Это была программа «Что произошло?». Вступайте в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Предлагайте и публикуйте свои новости. Я Дмитрий Круковец с вами прощаюсь. Берегите себя. Дмитрий Круковец с вами прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова